Если вы отращиваете волосы, то я могу вам дать топ-3 совета, которые помогли отрастить их мне. Во-первых, я отказалась от использования вот таких вот крабиков, либо же от связывания волос в тугой пучок. Все эти сликбаны, это очень красиво, но, к сожалению, не очень полезно для волос. От тугих пучков ухудшается кровообращение, соответственно, волосы будут больше выпадать и хуже расти. Также, когда я два месяца не использовала вот такие вот крабики, я заметила, что мои волосы стали меньше ломаться. Во-вторых, на ночь я всегда заплетаю волосы в косичку и использую вот такую вот резинку для того, чтобы ее зафиксировать. Когда я дома, мне нужно собрать волосы, я снова-таки использую эти резинки и собираю их в низкий, не тугой хвост. И, в-третьих, то, что помогло мне больше всего, по моему мнению, это масло розмарина и мяты. Я использую его один-два раза в неделю, разделив свой скальп на секции и нанося это масло непосредственно на кожу головы. Но также его можно наносить и на кончики для того, чтобы они выглядели немножко лучше. Для того, чтобы хорошенько разнести это масло по коже головы и усилить микроциркуляцию, я использую вот такую вот щетку, обычную самую, ее можно приобрести на Алиэкспрессе. Держу я это масло на своем скальпе примерно два часа, после чего иду мыть голову и первым этапом использую шампунг для глубокого очищения. Кстати, бонус, это масло совершенно не воняет, наоборот, оно очень приятно пахнет освежающим розмарином и мятой, поэтому очень советую.